В чате мэра, да, постоянно высказывается не только ко мне как депутату, да, но и к партии ОДП, что что-то мы там делаем неправильно, не любят критику и так далее. И вот последний его комментарий, да, я ему сказал, что, ну, ты скажи, это угодно, что писать, что он вроде бы как согласился, да, как сказали, забили стрелку. И вчера мы с ним встретились, назначенное время в 4 часа рядом с администрацией. Я ему задал вопрос, какие претензии ко мне и к партии. И что он пояснил, что претензия у него была по поводу моста, где я написал комментарий, что пора уже устанавливать потомную переправу. Он сказал, что на данный момент переправу невозможно установить, так как река развилась в 100 метров, да. Да, я ему объяснил, что река не на 100 метров развилась, да, ну, поднялся уровень, но и в такой уровень воды в прошлые годы ставили мост. Потом переговорили с ним о том, что он не понимает, я ему пытался объяснить, что он не понимает, в чем заключается работа депутата. А он на своем настаивает, что депутаты должны финансировать, помогать ему выбивать деньги. Я говорю, это все зависит от бюджета. Вот когда в бюджете появляются финансированные, тогда мы принимаем бюджет, да, вносим какие-то корректировки. Ну, никак мы не можем выделить ему 618 миллионов с такого бюджета. Есть техзадания, техзадания выставляются, мы принимаем бюджет, сколько запланировано, столько и вносим. Ну, что, вот он все равно недопонимает, он говорит, что мы должны писать письма их правительству, там, что-то не в Госдуму, да, и выбивать для УДС финансирование. Ну, и какие твои впечатления? Ну, впечатления, так скажем, никакие. Мы договорились с ним еще встретиться, потому что, ну, времени нам не хватило, чтобы, так скажем, я ему объяснил, в чем заключается работа депутата. Что мы можем сделать, какие запросы мы можем составить, и эти запросы, как он говорит, вы пишите их правительству, и мы объясняем, что это все возвращается все равно в город Тачинск. И я, как депутат, не могу выбить для него, для УДС финансирование. Он должен сделать тех заданий, да, которые должен защитить, соответственно, и только после этого Красноярск добавит ему денег, не добавит, или вообще зарубит ему его вот эти вот 618 миллионов, которые он просит. Как было 134, сделают индексацию там 4-5 процентов и получат, ну, не 134, а пускай были 140-150 миллионов. Ну, посмотрим, как говорится, экономисту виднее. Ну, смотри, ты, как депутат, работаешь на добровольных началах, да, у тебя нет за это заработной платы. Вот ты вчера встречался с директором бюджетной организации, учредителем, который является администрацией, и руководитель с тобой, ну, где-то он почти час простоял, проговорил. То есть у него шло рабочее время. Он с тобой час где-то потратил, а какой КПД... Ну, на счет КПД, конечно, я не знаю, какой он вывел, да, из этого. Я вот как раз вчера ему пытался объяснить, что я как депутат, да, я работаю на добровольных началах, и иногда даже трачу свои деньги, да, чтобы решить какие-то проблемы. А вот они как раз муниципальные, акционерные даже, да, они сейчас общество, они должны искать финансирование, искать дополнительный заработок, да, где-то крутиться, вертеться, чтобы, ну, так скажем, делать наш город чище и лучше.